МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Панорама. Главные новости Приморья. В репортажах корреспондентов ОТВ мы вещаем из молодежной столицы России. В студии Илья Мороз. Здравствуйте. В этом выпуске. Ущерб возместят. Административные комиссии начали работу в Дальнереченске. Они обходят дома, пострадавшие от наводнения. Не смогли по-другому. Шесть работников Примводоканала ушли на СВО добровольцами и благополучно вернулись обратно. Владивосток-Долянь. Самолеты по этому маршруту теперь будут летать три раза в неделю. Золотые ученики. 35 выпускников в Приморском Арсеньеве получили медали за успехи в учебе. В Дальнереченске начали работу административные комиссии. Специалисты обходят дома на подтопленных улицах и оценивают причиненный ущерб. Пострадавшие могут попросить любую помощь, которая будет направлена людям по конкретным адресам. На сегодняшний день поступило свыше 330 заявлений. Спасатели будут работать до полной ликвидации последствий стихии. Три населенных пункта в Красноармейском районе остаются без транспортного сообщения. Это Новокрещенко, Дальний Кут и Дирсу. Для всех видов транспорта закрыт проезд по автодороге Новопокровка, Новокрещенко и на 32-м километре автодороги Рощина-Мельничная. Для легковых авто со 2-го по 3-й километра направление Лукьяновка-Новополтавка. Единственное транспортное сообщение – это лодки, на которых переправляют людей, продукты и медикаменты. За ситуацией в округе следит бригада спасателей. Девять переливов по-прежнему сохраняются в Дальнереченском округе. В Пожарском районе ситуация стабилизируется. Вода постепенно идет на спад. На сегодняшний день в крае выявлено 17 крупных переливов. Губернатор Приморского края Ле Кожемяка передал необходимое снаряжение и гуманитарную помощь военнослужащим, участникам специальной военной операции. Глава региона приехал в Белгород, где базируются наши бойцы. 155-я бригада морской пехоты, 83-я десантно-штурмовая бригада и батальон «Тигр». Участники СВО получили дроны с камерой-тепловизором, антенны к радиостанциям, блоки питания и дистанционно управляемую платформу «Кабан», которая разработана и изготовлена по поручению Олега Кожемяка. Эта техника позволяет с легкостью перевозить боеприпасы и другие малогабаритные грузы. Также бойцы получили гуманитарную помощь от своих семей из родного дома. Продукты питания, окопные свечи, письма от детей – все то, что греет душу на передовой. Напомним, вся работа по поддержке приморских военнослужащих и мобилизованных граждан, сражающихся с неонацизмом в зоне СВО, находится на личном контроле губернатора края Олега Кожемяка. Через несколько часов она поступит уже на передовую позицию, туда непосредственно войска, что позволит изберечь жизнь и более качественно и грамотно выполнять поставленные задачи по обеспечению безопасности, по борьбе с фашистами. Поэтому будет продолжать такую работу, связанную с поддержкой наших военнослужащих для жителей Приморья. В Приморском крае для ветеранов СВО и членов их семей действует 130 мер поддержки, в том числе доплаты для работников предприятий, которые вернулись с фронта. Ирина Трофимова расскажет подробнее. Шесть работников Примводоканала ушли на СВО добровольцами и благополучно вернулись обратно. Там на фронте еще остаются специалисты предприятия. Мотивация в целом у всех одинаковая. Решил, что без меня там никак. Тоже нужно поучаствовать в борьбе с фашизмом. Опять же, доказать себе, что я что-то могу. Доказать ребенку. У меня сын учится в Нахимовском училище. То есть показать, что у него отец может, что это не просто так. Сергей за полгода прошел большой путь. Был на передовой от Донецка до Мариуполя. Служил в Волновахе. Застал страшные бои в Углидаре. Говорит, что идея региональной доплаты участникам специальной военной операции в 30 тысяч рублей более чем здравая. Люди, те, кто вышел из зоны проведения спецоперации, сталкиваются со многими проблемами. Кроме своих возрастных болезней приобретаются еще какие-то приобретенные. Это элементарно на лекарства. Вы поймите, что люди живут в окопах, люди живут в блиндажах, в воде с комарами. Не дай бог какие-то ранения. И все. Это же все остается на всю жизнь. Ну и плюс, как бы просто это показывает то, что у человека есть какой-то статус. Доплата полагается работникам четырех предприятий. Прим Теплоэнерго, Прим Водоканал, Прим Автодор и Тигр Правопорядок. Александр Бережной водитель из той же обоймы. Он немногословен, серьезен, полностью включен в работу. Боевого опыта до СВО не имел. На Украину пошел вслед за племянниками. По-другому не смог. Говорит, решил помочь пацанам. С фронта вернулся в родной коллектив. Ну, конечно, они ждали. Они ждали, говорили, что за тебя, Богу молились, как говорится. Я ощущал там помощь Богу, уберегал. Ну и пацаны говорят. Мы молились, ждали, надеялись. Ну, с их молитвами. И вот я и вернулся к ним обратно. Бережной высоко оценивает предфронтовую подготовку, которую прошел на полигоне в Приморье, перед тем, как оказаться на передовой. Учили нас хорошие инструктора, 155-й бригаде, боевые. Медицину там. Нас обучали хорошо. Мы на береты сдавали, на черные. Нас губернатор вручал береты после окончания. Ну, перед тем, как на Украину ехать. И то, что там опыт нам передавали, он всем пригодился. Очень сильно. Хотя мы думали, зачем он надо там. И это. А потом там мы все вспомнили. То, что нам говорили. И как говорили, мы так и делали. И поэтому наш второй батальон, наверное, с малыми потерями и пришел. Водитель премводоканала Валерий Зайцев из трех ветеранов, с которыми нам удалось пообщаться, пожалуй, самый немногословный. Так же, как коллеги, уходил добровольцем. Что может заставить пойти добровольцем на фронт? Ну, что, душа, сердце. Ребята воюют. Ну, захотелось мне так. Ребята, если заберутся, второй раз пойти. Ну, наверное, второй раз пойду. В Приморском крае для ветеранов СВО и членов их семей действует 130 мер поддержки. От бесплатного проезда в транспорте и санаторно-курортного лечения до выделения земельных участков. И выплат на покупку жилья для детей погибших и инвалидов. При этом перечень постоянно расширяется. Ирина Трофимова, Александр Каноненко, Панорама. Авторынка здесь не будет. Прокуратура Надеждинского района подвела итоги проверки земельного участка рядом с развязкой автотрассы Дефрис. Новый седанка Патрокол. Ведомство обратило внимание на территорию после общественного резонанса. На земле рядом с федеральной трассой планировали построить авторынок. Прокуратура сочла это решение незаконным. На земле течет ручей. Водный объект не учли еще в 2010 году, когда земля сдавалась в аренду юридическому лицу. В суд отправлен иск о признании недействительным действующего договора и применении последствий недействительности сделки. Такое распоряжение водным объектам невозможно в силу закона и нарушает порядок пользования им. В связи с выявленными нарушениями заместитель прокурора Края предъявил в арбитражный суд иск к действующему арендатору и администрации Надеждинского района о признании недействительным договора аренды участка и применении последствий недействительности сделки. Список почетных граждан Владивостока пополнился еще одним именем. Звание удостоился приморский скульптор Эдуард Барсегов, автором многочисленных памятников, которые украшают дальневосточные города. Подробности в следующем сюжете. Торжественное мероприятие в честь дня города прошло в правительство Приморского края. Заслуженные награды вручили жителям Владивостока, кто работал и работает на благо и развитие краевой столицы. Так звание почетного гражданина Владивостока удостоился знаменитый скульптор Эдуард Барсегов. Удостоверение, диплом, нагрудный знак, медаль и другие регалии почетного гражданина глава города Константин Шестаков и председатель думы Андрея Брик вручили супруге Творца. Сам скульптор на награждение присутствовать не смог. Мы на этом мероприятии по традиции всегда вручаем почетного гражданина, нашему выдающемуся человеку. В этом году мы вручаем Эдуарду Владимировичу Барсегову, художнику, скульптору, человеку заслуженному. Человек, который сегодня внес огромный вклад в развитие, культурное развитие столицы города Владивостока. Эдуард Барсегов знаменитый архитектор, заслуженный художник России, автор многочисленных памятников, украшающих дальневосточные города. Одни из самых популярных его работ – памятник Александру Сергеевичу Пушкину у стен одноименного Пушкинского театра. И монумент создателям славянской письменности Кириллу и Мефодию во Владивостоке. Знаете, когда мы узнали об этом почетном звании, что присуждено, мы немножко растерялись. И в то же время это очень, знаете, как сказал один наш друг, Эдуард, ты не зря родился в этом городе. И даже памятник Кириллу и Мефодию стоит на месте их бывшего дома. Своих героев скульптур всегда видит характер, историю и судьбу человека, раскрывает его сложный внутренний мир. Звание «Почетный гражданин города Владивостока» присвоено скульптуру, заслуженному художнику Российской Федерации Эдуарду Владимировичу Барсегову. Решением Думы города Владивостока за деятельность, направленную на пользу города, обеспечивая его благополучие и процветание. Дарья Кульматова, Екатерина Таланова, Панорама. В Владивосток-Долянь самолеты по этому маршруту теперь будут летать три раза в неделю. Золотые ученики, 35 выпускников в Приморском Арсеньеве получили медали за успехи в учебе. Соглашение о сотрудничестве заключили аэропорты Владивостока и китайского города Долянь. Самолеты в Долянь из дальневосточной столицы будут летать по вторникам, четвергам и воскресеньям. Такое решение приняли во время рабочей встречи с правительством провинции Леонин. Как отметила Вера Щербина, необходимо налаживать сотрудничество не только в сфере авиаперелетов, но и в спорте, культуре, образовании и повышать количество молодежных обменов. В прошлом году по итогам визита в провинцию Леонин было открыто представительство в Доляне. Кроме того, там работает и филиал центра «Мой бизнес». Город Долянь по братьям Владивостока всегда занимал особое место в сердцах жителей нашего края. Нас с вами связывает многолетняя история сотрудничества. И я очень рада, что договоренности, которые были достигнуты ранее, в 2023 году начали уже исполняться. И подводя итог нашей встречи, мы предлагаем поддержать развитие взаимовыгодного сотрудничества в судостроении, в судоремонте, развивать сотрудничество в сфере рыбопереработки и увеличение частоты авиарейсов. В самом разгаре неделя в молодежной столице сегодня на набережной Цестаревича во Владивостоке проходят новые мастер-классы. Работают лектории, выступают музыкальные кавер-группы. Так, концепцию международного урбанистического форума «Урбанвэй» представили в одном из лекториев. Участники мероприятия обсуждали, как должна выглядеть молодежная столица и предлагали свои варианты по преображению города. Состоялся и мастер-класс под названием «Городское искусство. Роль молодежи». А в «Кибердоме» прошел квиз по страноведению. Здесь же можно было познакомиться с азиатскими языками и культурой. Продолжается и «Киберфест». В течение всего дня проходили открытые любительские турниры по компьютерным играм. Отметим, что каждый день в рамках недели посвящен определенной тематике. 3 июля стало днем образования и медиа, поэтому были организованы мастер-классы по интервью и съемке сюжетов. Продолжает работать на набережной Цесаревича Гастроулица и маркет молодых приморских предпринимателей. Напомним, неделя в молодежной столице продлится до 5 июля включительно. Город Арсеньев в этом году может похвастаться хорошим урожаем золотых и серебряных медалей. Их получили 35 выпускников. Как добиться успехов в учебе и какие бонусы дает медаль, расскажут мои коллеги. 11 лет они грызли гранит науки, а теперь пробуют на зуб золотые медали. 35 выпускников Арсеньева в торжественной обстановке получили удостоверение к медали за отличие в учении. Первой и второй степени. Участник соревнований по шахматам, золотой, дважды серебряный и бронзовый призер. Участник восточного экономического форма в роли волонтера 2023 года. И планирует поступление в московский вуз на направление программная инженерия или информационная безопасность. Эти школьники отличились не только в учебе. Они успевают заниматься спортом, музыкой, танцами, живописью. Герман Степанчиков, победитель регионального этапа Олимпиады, по праву получил награду звезда Артека из рук министра образования. Важно ведь для аттестата особого образца и медали не только получить оценки, но и подтвердить это своим баллом ЕГЭ. Это, как видите, тоже получилось. Так что все возможно, все вполне решаемо. Каждый может также абсолютно совмещать свое хобби, свою профессиональную деятельность непосредственно с учебой. Арина Грибова трижды обладательница звания «Рудит года». Дважды стипендиат губернаторского проекта «Одаренные дети». Набрала 100 баллов по химии. Победители призер краевых Олимпиад по пяти разным школьным предметам. Жить так, как получается, и не забывать никогда про отдых, потому что если всегда себя загонять, то все будет только из рук валиться. Но при этом и уделять внимание и саморазвитию. Не забывать ни о чем в общем. Алексей Сараев набрал больше всех в городе баллов по четырем предметам. 371. Призер краевой Олимпиады по математике. Лауреат первой степени международного конкурса «Страна талантов». Секрета, мне кажется, как-то нет. То есть просто усердно учиться, стараться. То есть самодисциплина какая-то должна быть, чтобы запоминать информацию. Ну и просто тренироваться, и все получится. Родители золотых и серебряных медалистов разделяют рады своих детей. В этом результате есть и их вклад. И не только материальный и моральный, но даже, как они шутят, гастрономический. Кушать нужно все, чтобы был ребенок успешным. Только натуральные продукты. А так, работая учителем в школе, ребенок под присмотром и всегда добьется нужных успехов. Как думаете, в чем ее успех? Успех дочери в том, что она смогла принять тот багаж знаний, которые учителя давали ей на протяжении 11 лет. Все выпускники с медалями получают преимущество при поступлении в вузы на бюджетные места. Успешные в учебе юноши и девушки хотят стать экономистами, психологами, врачами, педагогами и даже большими политиками. При этом добавляют. Главное остаться хорошим и добрым человеком. Николай Кугук, Вадим Перевалов. Панорама. Спектакль театра Моссовета «Сны Пенелопы» будет показан в культурной программе фестиваля «Место силы Владивосток». Эта постановка была создана учеником Андрея Могучева, фамилом Джавадовым, в рамках лаборатории «Молодые драматурги, молодые режиссеры» проекта «Сцена будущего». Жанр обозначен как фантазия, размышления, спектакль, притча. В основе фабулы античный сюжет о том, как женщина ждет мужчину с войны. Три сна, три возможных варианта возвращения в Итаку Одиссея. Пенелопа должна сама понять, какой из трех снов по-настоящему вещей, чтобы получить надежду на скорую встречу с мужем. Роли мужчины и женщины, между которыми пролегла война, в спектакле сыграли Александр Яцко и Анастасия Макеева. Кстати, они примут участие в деловой программе фестиваля. А спектакль «Сны пенелопы» покажут на сцене Пушкинского театра. В Приморье детей массово обучают плаванию. Спортивных достижений от ребят не ждут. Главное – научиться держаться на воде. Ведь многие из маленьких выпускников специальной программы не умели даже этого. И купальный сезон для них грозил реальными опасностями. О первых успехах начинающих пловцов в следующем материале. Теперь в находке в Уссурийске ребята умеют плавать. Выпускники программы «Плавание для всех» подвели итоги 36-часовой бесплатной программы сдачи нормативов. Теперь детям под силу базовые навыки плавания. Без страха в глазах и с улыбками на лице. Как показывает сейчас время и период, дети уходят в лагерь. И многие из детей просто-напросто плавать не умеют. И на данной программе, которая предоставляет возможность научить детей как минимум держаться на плаву, а дальше совершенствовать и выявить детей, все равно помогает более способных для дальнейшего развития в плавании и соревновательного процесса. Со слов председателя Уссурийской Федерации, всех ребят из этой секции ждут и в следующем году. К этим юным пловцам присоединятся и другие. Те, кто еще не прошел обучение. Главный принцип массовость. Чем больше детей научишь, тем безопаснее будет летний отдых на море. Считаю, что это очень важный проект. Живем возле моря, дети не умеют плавать. Поэтому мы обучаем массово детей обучению плаванию. А потом уже непосредственно отбираем детей в спорт. Поэтому массовость обучения, я считаю, это первостепенно и это очень важно. Программа действует с 2020 года. В этом запущено уже в четырех городах края. В Владивостоке, Уссурийске, Находке и Партизанске. За все время бесплатное обучение прошло более тысячи ребят. Набор в секции продолжается. Курс стартует во втором полугодии. К концу года планируют обучить столь необходимому навыку полторы тысячи детей. Вся информация на сайте плаваниядлявсех.рф. Николай Кугук, Панорама. Пока это все новости. Напомню, что ОТВ теперь можно смотреть не только по телевизору, но и в социальных сетях. Киорг-код вещания в телеграм-канале на ваших экранах. Панорама следит за развитием событий. До встречи в эфире. Пропустили выпуск новостей? Подпишитесь на страницы ОТВ в социальных сетях. Смотрите, читайте, комментируйте. Общественное телевидение «Приморья» в каждом мобильном телефоне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова